Акция «Бессмертный полк» 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 Мы, конечно, ставим волонтерам, вы строите в первую коробку полторы тысячи, во вторую полторы. Но это все равно приблизительно. Мы понимаем, что это настолько условные цифры. Вот сколько было в прошлом году? Нам дают цифры порядка 7 тысяч. Из каких расчетов вы решили, что в этом году будет больше? Смотрите, у нас работают два пункта по приему заявок на изготовление штендеров. Вот новых заявок в городе Благовещенск изготовлено за время месячной работы этих пунктов приема 811 штук. Ну то есть, как правило, со штендером приходит не один человек. То есть, если это бабушка наберет внуков, даже умножив на два, мы понимаем, что это цифра полторы тысячи человек. Плюс к тем 7 тысячам. Плюс к тем тысячам людей, которые выходят на бессмертный полк. Я не думаю, что кто-то откажется, попробовав один раз пройти, кто-то скажет, что нет, в этом году я не пойду. Потому что на самом деле та атмосфера, которая творится в бессмертном полку внутри, она не передаваемая никакими словами. Люди настолько горды своими предками, они настолько гордятся, они настолько рады, что столько единомышленников. Действительно, 9 мая получается со слезами на глазах, потому что от гордости, от силы, от мощи бессмертного полка просто появляется такое настроение 9 мая. Которого, как признаются люди, которые звонят после 9 мая, что наконец-то 9 мая снова похоронили своих ветеранов. И как-то вот 9 мая как-то поутухло вместе с ними. А теперь вот мы снова можем гордиться, радоваться и праздновать по-настоящему. Нет, действительно, Ксения, это потрясающая акция просто. И я думаю, что и дальше количество будет расти. В этом году чьи портреты будут нести? Я знаю, что говорили о том, что труженики тыла, они тоже... Это условие было и в первом году. То есть мы не говорим о том, что это должен быть непосредственно участник войны. То есть труженики тыла, те, кто ковал победу, те, кто ее добивался. И узники концлагерей, есть и такие портреты. Есть портреты, дети войны тоже есть, которые особенно пострадали, которые действительно помнят весь ужас войны. То есть и, конечно, участники войны. То есть поэтому... Количество их, конечно, просто огромное. Количество просто огромное, да. То есть и поэтому в каждой семье Благовещенская, я уверена, есть тот человек, которого нужно так вспомнить. И поэтому количество людей мы не можем предугадать, потому что даже закончив принимать заявочки на изготовление штендеров, горячая линия, ну она просто горячая. То есть люди звонят бесконечно, просто потоком. Мы понимаем, что пока мы разговариваем с одним, то есть как бы поступают еще звонки. Не успели заказать, вот только прислали. На самом деле это очень интересно еще наблюдать за людьми, что люди принимают решение участвовать и начинают искать фотографии. То есть не просто как бы там сделать фамилию, имя, отчество и пройти с этим, а именно искать фотографии. То есть вот сегодня только буквально звонок перед тем, как вам приехать приняла, да. Мне вот наконец-то прислали с Кемеровской области. Ну то есть люди ищут, люди трясут родственников, они застают. То есть им приходят поднимать свою генеалогическую древу. Да, и все вот как бы стараются найти и знают уже историю и как бы рассказывают ее детям. Но на самом деле, мне кажется, это вот просто здорово. Вот в рамках отдельно каждой взятой семьи это на самом деле здорово, когда люди вспоминают и помнят. Ксения, ну мне кажется, еще появятся люди, которые решат присоединиться, может быть, просто пойдут с именем, фамилией или с фотографией. Да, с фотографией, да. То есть у нас никакого ограничения нет. Здесь нет ограничений. Не успели сделать штендер, приходите с фотографией. Давайте теперь скажем, куда еще раз, в какое место, во сколько и куда будут идти. 9 мая в 12 часов начинается построение возле общественно-культурного центра на улице Ленина, между Кузнечной и Трудовой. То есть первый ряд встает на улице Трудовой, сразу за машиной. Колонны формируются по свободному принципу, то есть как подошли, так и встаем. То есть никто не скажет, вы идете там в третий, потому что тут вот у нас принцип семейности, никаких организаций. Отдельно хочется напомнить, что никакой символики, кроме георгиевских ленточек, знамени Победы, то есть никакой символики в бессмертном полку не должно быть. Никаких флагов, логотипов. То есть это аполитично. Это, во-первых, да, вне политики, вне коммерции и вне чего. То есть это только память, это только народная традиция. Ксения, спасибо большое, что пришли. Ну и, как всегда, желаю удачного проведения. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Ксения Карпачева, координатор акции «Бессмертный полк» в городе Благовещенске. Вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова